Прямой эфир Прямой эфир Прямой эфир правозащитники в их числе, некоторые адвокаты, которые говорят, что в этом есть опасность так называемого произвола, еще большего произвола, кроме тех случаев, о которых мы уже знаем со стороны правоохранительных органов. Многие считают, что этот закон принимают на случай, на всякий случай, если будут новые массовые митинги, потому что во время митингов с полицией тоже очень много вопросов, как задерживают, за что задерживают, на каких основаниях, представляются или не представляются. Вот об этом сегодня говорим и обсуждаем. Кроме того, еще и голосование запустили. Голосование запустили, где мы ставим вам такой, мне кажется, вполне четкий вопрос, на который очень легко ответить. Вот вы согласны с тем, что полицейским нужно расширить полномочия? Если у вас уже есть твердое убежденное мнение, что вы поддерживаете всех, кто действительно так считает, и можете ответить, да, полностью согласен, то ваш номер 8 800 350 57 и последние цифры 82. Если вы считаете, что нужно, но все же частично как-то расширять эти полномочия, тогда последние цифры 83. Если нет полномочий достаточно, 84. Но нам бы хотелось, чтобы сегодня было больше зрителей, которые готовы с нами об этом подискутировать, потому что все равно одно дело однозначный какой-то ответ, другое дело разговор. Вот для разговора есть номер телефона 200-00-65. Прямо сейчас можете набирать. Мы, конечно, еще пообщаемся с экспертами по этой теме, но ваши звонки мы готовы услышать прямо сейчас, в эти минуты. 200-00-65. Звоните, будем общаться в прямом эфире. Кроме того, можете оставлять комментарии в группе ВКонтакте, мы тоже их зачитаем. Предлагаю еще для начала, перед тем, как будем разговаривать, вместе с телезрителями разберемся поподробнее об этом законопроекте. Что расширили, какие полномочия. Пока только в первом чтении депутаты Госдумы это одобрили. Согласно документу, полицейский может не представляться, не называть свое звание и должность, а также не предъявлять удостоверение сотрудника, в том случае, если его жизнь и здоровье угрожает опасность. По крайней мере, он так это оценил. Да, он об этом подумал. Кроме того, блюстители закона смогут проникать в квартиры, земельные участки, для того, чтобы, к примеру, сдержать подозреваемого, если к ним поступил такой сигнал тоже от соседа. Такое бывает. Правоохранителям разрешат вскрывать машины, досматривать людей при одном только подозрении, что у него есть при себе наркотики или оружие. Также сотруднику органов разрешено будет открывать огонь, если человек не только приблизился к полицейскому или коснулся его оружия, как сейчас в законе и в регламенте прописано, но и по новому закону, цитата, будут совершены иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции. Тоже такой субъективный, получается, момент. При этом хочется отметить, что среди депутатов Госдумы не все парламентарии согласились с поправками. Это инициатива от «Единой России», поэтому большинство депутатов от «Единой России» поддержало. Фракция ЛДПР практически полностью воздержалась. Коммунисты были против. Вот такой результат. Резко против, да, причем мы и обсудили, что все это приведет к произволу. А приведет ли это на самом деле? И что считают на этот счет люди, которые действительно сейчас работают, в том числе со случаями, когда есть какие-то факты, подтверждающие превышение полномочий со стороны полицейских? Об этом мы продолжим разговор прямо сейчас. К нашему эфиру присоединяется специалист, адвокат, правозащитная организация «Агора» Владимир Васин. Здравствуйте. Слышите ли вы нас? Здравствуйте. У меня к вам вот сейчас главный вопрос. Я знаю, что есть у вас мнение, что все-таки так или иначе полицейские уже это делали раньше. Но вот эти размытые формулировки, которые мы видим сейчас, они теоретически к чему могут привести? Мы сможем абсолютно любую мысль полицейского подводить под эти вот иные какие-то соображения? Ну, смотря какие интересы службы, смотря какие цели и задачи. Вот у вас сегодняшний гость, он, наверное, лучше всех знает о должностных преступлениях, о превышении полномочий и так далее. Ну, очень хочется верить, что злоупотребление станет меньше. Но мне кажется, их будет либо столько же, либо станет больше. Потому что, ну, система защищает сама себя. И вот я вижу, что, ну, этот закон пойдет плюс сотрудникам полиции. То есть там убрали неточности, убрали неясности, убрали слово «обязан», дали полномочия, ну, хотят дать полномочия о том, что можно не представляться, если есть подозрения и там основания, там, опасаться там за жизнь свою и так далее. Ну, и я говорю, здесь конфликт. Откуда человек узнает, что это полицейский, если он гражданки? Я уже вот, ну, тоже сижу и думаю, как он узнает, если он не представился? То есть он его сначала задержит, применит силу, а потом, ну, а тот-то будет защищаться. Хорошо, если он в форме. Но у нас есть случаи, когда возле листа задержание, оп, и пять лет. Ну, вот, вот это вопрос. Владимир, есть еще мнение, что этот закон принимают именно сейчас неспроста. В последнее время мы часто, чаще слышим о полицейских задержаниях, там, митинги, на которых это происходит, и большие вопросы к действиям полицейских. И вы, как адвокат, скажите, стали чаще с этой практикой, вот в правозащитное ваше объединение, организация? Ну, смотря за какой период, ну, естественно, массовые беспорядки, как их видит власть. И вот этот свободный протест, он не нравится никому, ну, потому что это сложности. Когда 50 человек выходит с митингом на театральную площадь, и их выходит охранять 320 полицейских и обеспечивает безопасность, ну, это что-то значит. Естественно, у этих полицейских должны быть полномочия, то есть на всякий случай, а вдруг что будет плохо. Как бы с точки зрения законности, да, ну, то есть все же формулируется как, что мы сшляем безопасность других граждан, вот, чтобы вы не нарушали права и свободы других граждан, чтобы вы не нарушали правила дорожного движения, то есть и транспорт там ездил спокойно. И вот, может быть, в связи с этим. Я не знаю, время покажет, то есть я сильно не вижу угрозы, ну, разрешили взламывать машины, ну, разрешили их забирать, то есть и в интересах службы использовать. Ну, можно не представляться. Ну, и так особо никто не представлялся, то есть, ну... Хотя были пока еще обязаны. Владимир, не знаю, попадались ли вам такие обсуждения, но когда я изучала все-таки общественное мнение по этой теме, несколько раз наткнулась на одни и те же разговоры о том, что, ну, вон же есть Америка, у них полицейский произвол, это просто часто обсуждаемая тема, и у них больше полномочий у полиции, но у нас просто будет вот так. Наша правовая система и американская. Можно так сравнивать? У них же, по идее, и у адвокатов, и у судов там другая немножко работа, и тоже другие полномочия. Я думаю, нельзя их сравнивать, но очень любят сравнивать нашу власть, что вот, ну, в Америке бы вас застрелили, но тут нужно же учитывать факторы такие, что разные конституции в каждом штате, разные полномочия у шрифов, у федералов, у окружной полиции и так далее. Там полицейские, ну, как я знаю, и как я, ну, бывал, они как роботы, они идут по инструкции строго. Вот просто вот у них вот-вот. И отношение к службе немножко другое. Да даже немножко. То есть, и там культура у полиции другая, хотя тоже хватает, как я понимаю, проблем. И сравнивать здесь, я думаю, ну, я бы не сравнивал. То есть здесь... Ну, а вспомните, как у них можно пользоваться оружием, оружием простым гражданам, как его применять. И вот это все, вот если сложить, то я еще не знаю, кому лучше, кому хуже. Но сравнивать бы я не стал. Спасибо большое. Вы слышали мнение эксперта, адвоката Владимира Васина по этой теме. И знаешь, мне кажется, вот сейчас очень важная вещь прозвучала по поводу строгости формулировок, строгости инструкций. Когда мы говорим о том, что все прописано до последней буквы, это и людям понятно, и люди чувствуют себя защищенными и как-то в таком предсказуемом правовом поле. А когда их нет, это в любом случае возможность для того, чтобы трактовать их как хочешь. А кто как захочет? Откуда мы знаем? У нас, в нашем законе, по-моему, буквы тоже очень любят, и их там очень много. Но вот по поводу соблюдения, это уже совершенно другой вопрос. Я услышал от Владимира Васина еще другую важную мысль, это о культуре полицейского в Америке и у нас. Не хочу никого обидеть, но факты говорят о том, что население по-прежнему не очень доверяет сотрудникам. Они не смотрят на них, как на защитников. Ну, по крайней мере, есть группа людей, достаточно большая, которые не смотрят на них, как на защитников, и всегда немного напрягаются, когда рядом есть полицейские. А почему, если наоборот, должно быть безопаснее? А знаешь, мне кажется, здесь, даже если бы мы говорили о высокой культуре полицейского, это не дает нам оснований для того, чтобы на нее полагаться. Все-таки для того, чтобы было спокойненько, нужна вот эта строчка закона, которая меня так или иначе защищает в любом случае больше, чем моя надежда на то, что он хороший человек. Что думаете вы по этой теме? Присоединяйтесь к нашему разговору прямо сейчас. 200-00-65. Мы ждем ваших звонков. Но сегодня мы также ждали мнения и от тех людей, у которых будут шире полномочия совсем скоро. Я знаю, Сережа с ними общался. Что сказали? Созванивался с пресс-службой. Там сказали, что закон, они, вот здесь ирония ситуации, они не имеют права, то есть они ограничены в своих полномочиях, комментировать любые законодательные инициативы. Мне сказали, вот вступит в силу, тогда мы и то не сможем свое отношение к нему высказать, мы можем сказать лишь плохо и хорошо. Хотя я просил от ГУМВД по Красноярскому краю, хотел прокомментировать, какие проблемы до этого, с какими проблемами... Да, необходимость есть в этом расширении полномочий. Не сталкивались ли участковые, полицейские. Я вот только с общения со зрителями знаю, что участковым трудно было скрывать квартиры. Ну, если необходимость была такая. И, пожалуй, наверное, все. Попытался до общественного совета при ГУМВД по Красноярскому краю тоже дозвониться, но там, к сожалению, у меня приняли вопросы, а ответы на них оперативно не дали. Это же тоже никак не успокаивает ни зрителя, ни гражданина, просто никого. Вот эта замкнутость и эта непонятная формулировка именно мотивации. Сегодня смотрела, откуда же... Пыталась, по крайней мере, понять, откуда ноги растут у всей этой темы. И посмотрела, что одни из первых публикацию с объяснением, зачем все это нужно, сделала газета МВД, об этом писала в том числе «Медуза». И когда в газете МВД объясняли, зачем же нужно расширять полномочия, они приводили пример, что вообще все сейчас меняется, все в мире, все законы устарели, все надо менять. И, например, привели несколько статей американского законодательства, которые, как оказалось, вообще не существуют. Потом уже доказано было журналистами, что одна из этих статей – это миф и шутка, на которые они ссылались, а другая, в принципе, не упоминается ни в одном англоязычном источнике. И вот это отсутствие понятной мотивации, оно тоже, к сожалению, пока играет не в пользу нашего понимания того, что происходит. Может быть, у наших зрителей больше понимания? Может быть, предлагаю выслушать одного из них. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Как вас зовут? Вячеслав меня зовут. Вячеслав, вы доверяете полицейским? Считаете ли, что у них сейчас нет нужных полномочий, чтобы нас с вами охранять? Я не хотел бы обсуждать именно этот момент. Есть у них полномочия, нет у них полномочий. Я хотел бы сказать именно момент того, что... Ну, вы как представляете, если человек вам не представляется, как вы можете ему открыть дверь или показать документы, или, ну, я не знаю, ну, вот эти вот все моменты. Я согласен, что его работа, как бы, ну, нельзя его трогать, там, он неприкосновенен. Но, с другой стороны, как я могу открыть дверь кому-то, кто не представляется мне. Ну, я завтра пойду, куплю форму, приду к вам домой и скажу, откройте мне дверь. А потом, пока мне будут ее пилить, я должен звонить в РУВД и узнавать, действительно, это милиционеры пришли полицейские, или как вот это все происходит. Это уже сопротивление, это уже статья. Нет, Вячеслав, вот на секундочку, в МВД есть пояснение, что в случае, там, если вам в дверь звонят, это другой разговор. Там говорят, что представляться он не должен, то есть не обязан. Если он угрозу, да, видит от вас, если уже началось какое-то там противоправное действие, и тогда он может не представляться. Ну, вот как-то так. Но это же еще хуже. Получается, если к тебе кто-то подлетает и завязывает, там, связывает тебе руки за спиной, ты в этот момент не должен его отпихивать от себя, потому что это статья. Да, это фактически получается так. Вы должны лечь на пол и, грубо говоря, лежать, пока, не знаю, ну, вас обыскивают, и в то же время в этот же момент, опять же, по нашему законодательству, вам в этот момент могут в карман положить все, что угодно. Вот это, опять же, характеризует наши отношения, наше доверие, либо недоверие к правоохранительной системе. Спасибо вам большое за этот звонок. Я напомню остальным зрителям наш номер телефона 200-00-65. Прямо сейчас вы можете дозваниваться. После небольшой паузы мы вернемся в эфир и будем принимать ваши звонки. Прямой эфир. Вы смотрите программу «Прямой эфир», и сегодня мы с вами обсуждаем законопроект, который уже прошел первое чтение, и касается он расширения полномочий полицейских. Теперь они могут не представляться, если этот закон все же будет принят, но сегодня за него проголосовало большинство. Ну и дальше есть целый ряд полномочий вскрывать машины, вскрывать квартиры, проверять каждого гражданина, если есть некое подозрение, что у него находятся наркотики либо оружие, как будет сформулировано это подозрение, непонятно. И свое понимание того, что происходит, сегодня мы пытаемся сформулировать вместе с вами. Звоните в программу «Прямой эфир» прямо сейчас. 200-00-65, наш новый номер телефона. Теперь мы звоним только по этому номеру телефона, привыкаем вместе и принимаем ваши звонки. Возможно, вы сами сталкивались с тем, что полицейский не мог оказать вам помощь, потому что у него были связаны руки с законом. Поделитесь этой историей, звоните 200-00-65. Кроме того, у нас есть голосование в «Прямом эфире». Мы сегодня спрашиваем у вас, как вы считаете, нужно ли расширять полномочия полицейским, действительно ли их у них мало, и вот как распределились результаты. Абсолютное меньшинство сейчас у нас тех людей, которые считают, что да, есть проблема, ее нужно решать, нужно расширять полномочия. 9% это как-то ничтожно мало, мне кажется. Есть люди, которые нужно, но частично, это 22% такой вот средний результат. Ну и все остальное количество людей считает, конечно же, что 70%, что ничего подобного делать не нужно, им хватает полномочий, которые у них сейчас есть. А вот почему ты сейчас говоришь «конечно же»? Как ты вот проговорился? Ну, по-моему, это было действительно очевидно. И судя даже по комментариям в социальных сетях, в нашей группе тоже можно сделать такой вывод. Позже к ним обратимся и почитаем несколько комментариев, которые доказывают вот эту гипотезу. Кроме того, сегодня еще пообщались с депутатом Госдумы от Красноярского края, с Юрием Николаевичем Швыткиным, который в том числе, по-моему, насколько я понимаю, проголосовал за этот закон. Потому что он член «Единой России», «Единая Россия» массово проголосовала за принятие этого закона. Но это тоже позиция. И сегодня я спросил у него, какая причина вообще этой поправки, введения, зачем? Давайте послушаем, что он ответил. Главная задача – это дать возможность сотрудникам полиции оперативно, быстро отреагировать на сигнал о поступающем в совершении преступления, либо готовить к совершению преступления, отреагировать при этом, не нарушая, еще раз говорю, права граждан. Например, сотрудник полиции будет править представляться задержанным уже после его задержания. Но еще раз хочу отметить, что это не просто так, грубо говоря, подходит и сначала его задержит, потом говорит, а вот я такой-то, такой-то и так далее. Сержант Иванов, сотрудник полиции, отдела полиции номер 7, к примеру. Ни в коем случае. Здесь речь идет как раз о тех случаях, когда есть угроза жизни или здоровью, или когда необходимо пресечь преступления, или преследовать правонарушителя. Безусловно, мой взгляд, вы согласитесь, что абсурдно было бы сначала представляться при захвате вооруженного преступника, что я такой-то, потом его захватывать, значит, задерживать. Но это просто подвергаем угрозу жизни как непосредственно граждан, так и, безусловно, сотрудника полиции. Например, если речь идет о вскрытии автомобиля, да, ну, например, на сегодняшний день не отрегулировано законодательно, вот, например, ребенок остался в машине, да, значит, заблокированный там, и сотрудник полиции сегодня не наделен правом, значит, вскрыть данный автомобиль. Мы сейчас это все пробелы, ну, будем говорить, безусловно, убираем. И сотрудник полиции будет в данном случае иметь право. Некоторые говорят, общественные, значит, защитники, или там некоторые выступающие, о том, что вот сотрудник полиции будет нарушать закон и так далее. Речь идет ни в коем случае, видимо, прошу прощения, речь не идет ни в коем случае о том, чтобы развязать руки сотруднику полиции в части нарушения закона. Ни в коем случае. Сегодня также регулируется уголовным кодексом, уголовно-процессуальным кодексом и так далее, где также в случае нарушения закона сотрудников полиции будут применены соответствующие к нему нормы данных документов, данных законов. Вот приведены статистику, 59 сотрудников за этот период погибло, из них только три случая были применены неправомерно. То есть вы понимаете, насколько несоизмеримо, грубо говоря, сколько погибших ребят и сколько было неправомерно предварительно применено оружие. Вот сейчас поспорить, либо согласиться с мнением депутата Государственной Думы, вы можете прямо позвонив нам в прямой эфир 200-065. Но знаете, есть еще один такой интересный момент. Вместе с вот этим первым чтением закона о расширении полномочий полиции в Госдуму внесли еще один тоже очень интересный законопроект. С его помощью хотят засекретить данные силовиков, судей, чиновников. То есть если этот закон теоретически примут, то будет запрещено публиковать в СМИ, либо просто в интернете данные о некой личной жизни, либо имуществе судей и правоохранителей. Сейчас это запрещено делать только если ему угрожает опасность из-за службы. Ну вот, казалось бы, уже достаточная мотивация. Но нет, хотят эти мотивации тоже расширить. И сразу вспоминается, конечно, история с белорусскими протестами. Кадры вы сейчас видите. После вот массовых таких жестоких задержаний полицейскими в телеграм-каналах стали распространять данные о месте проживания отдельных силовиков, наиболее жестоких, в качестве такого вот ответа на этот произвол. Чтобы мне эта мотивация людей была понятна. Мы тоже знаем, кто вы, и ваши лица так просто не скрыть. Да, у людей была, естественно, обида и агрессия за счет того, что их лица скрыты. Они, мы видели на множестве видео, проводили очень жесткие задержания. Есть даже, был активист, который создал специальную программу. Он находил фотографии силовиков и снимал с них с помощью компьютерной графики маски. Ну, это история вот про агрессию, в ответ на агрессию. Но, если у нас уже есть все-таки в законе вот это упоминание о том, что в случае опасности оно кажется достаточным. Но, как нам кажется, не всегда совпадает с тем, как кажется людям, которые пишут законы. Что думают наши зрители? Продолжим узнавать прямо сейчас, потому что у нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Владимирович, меня зовут. Да, Владимир Владимирович. Ну, что хочу сказать. Очевидно нам, наверное, что Россия, это уже полицейское государство. Доказательств этому очень много. Ну, во-первых, у нас очень много полиции в пересчете на количество населения. Второе, их зарплаты поощрения премии намного выше, чем обеспечение россиян. Самое главное, что права полиции ставятся выше прав россиян. Это я вот сталкивался сам лично в суде, например. Расскажите, пожалуйста, подробности, если можете. Ну, меня там лишали прав. Я с адвокатом прямо в заседании доказал, что полицейский, который свидетельствовал об этом, что он якобы видел, он этого не видел. Он это сам признал. Но он на самом деле сидел, оформлял кого-то в машине. И он это сам признал. Тем не менее, судья вынесло решение лишить меня прав. Формулировка была следующая. Нет оснований не доверять показаниям полицейского такого-то. Вот у кого есть доверие к полиции. У судей. Да. Владимир Владимирович, если у нас сейчас такая ситуация, по идее мы уже живем, как вы говорите, в этом полицейском государстве, то зачем тогда расширение полномочий? Как по-вашему? Как вы это себе объясняете? Да, я думаю, вы тоже понимаете, почему это, куда все идет. Значит, ситуация какая? Ситуация, несмотря на то, что нам пытаются рассказать сказку, что мы супер-пупер держава, и у нас есть газ, нефть, уголь, алмазы и все прочее. У кого у нас? Ну, у нашего государства. Ну да, мы поняли. У нашей супер-державы. Тем не менее, жизнь россиян становится все хуже и хуже. Мы это видим. И власть понимает, что умных людей становится все больше, которые прозревают и все понимают. И они видят рядом примеры. Например, тоже Белоруссию. То есть, очевидно же, есть поговорка, что умный верит делам, а глупый верит словам. Но все меньше и меньше людей верят словам товарища Путина и его приближенных. Вот. Поэтому они готовятся к этой ситуации и все больше и больше затягивают гайки. Я, знаете, не я один считаю, что все идет к тому, что скоро будет принят закон о том, что вообще россиян можно бить плетками. Не хотелось бы, конечно, но прогноз такой действительно есть не только у вас. Он сейчас у многих сидит в головах. Спасибо вам большое за ваш телефонный звонок. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович. Единственное, знаешь, что меня смущает в этой ситуации, что этот законопроект все-таки начали рассматривать в мае месяце. Понятно, что Белоруссия могла простимулировать этот процесс. Но, тем не менее, мы, видимо, по этой же логике и сами уже понимали, что надо это делать даже еще до белорусского прибера. Есть еще один у нас телефонный звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Светлана Николаевна. Здравствуйте, Светлана Николаевна. У меня был такой случай с сыном в 2007 году. Он учился в техникуме на тот момент, а я работала в кафе. Я попросила его прийти ко мне на работу, помочь мне вынести мешок с мусором. А он был старостой группы в техникуме. Он говорит, что сейчас приду. Я его прожила до вечера, его нет и нет. Я уже всех обзвонила, я уже расстроилась. У меня уже не знаю, что с моим сыном случилось. Он в 7 часов вечера, это было в обед, приходит. Меня задержали по ориентировке. Не дали потом тебе позвонить, говорит. А он был в то время несовершеннолетний. И никто не принес ни извинения, ничего. И вот так, когда вызываешь полицию, сразу не приезжают. Через часа два приедут, три. Я уже звоню, приедет полиция или нет. У меня уже соседи утихомирились. Мне уже спать охота, говорю. Вот тогда они реагируют, приезжают и берут у тебя вот это заявление или объяснение, как там, что случилось и почему. То есть где не надо много полномочий, где надо нет полномочий. Вы про такую логику? Да, да. Большое спасибо. При всем моем уважении ситуация даже анекдотичная. Вышел выбросить мусор, а тебя в итоге задержали и продержали без связи. Не дай бог попасть в такой анекдот. Чем здесь не расширение полномочий, куда еще, что называется. Предлагаю обратиться к вашим комментариям в социальной сети ВКонтакте. В нашей группе есть закрепленное сообщение. И там, уважаемые телезрители, своим мнением делитесь. Ольга пишет, полиции так никто не верит, а многие ее боятся. Потому что полицейские беспределы сейчас сложно доказуем и не наказуем. А с этим законом будет конец. Светлана пишет, они и так себе много позволяют, а с новыми полномочиями будет плохо. Перефразирую. Андрей пишет, для защиты граждан от кого? Это законопроект, как мы помним, и Юрий Николаевич Швыткин говорил, для защиты нас же с вами. Вот Андрей не понимает, от кого защищать. Ему Сергей отвечает, что от самих же граждан. Вот из-за масок приводят, например, держатся в автобусах. Так защищать. Андрей также пишет, фашизм в 30-е и 40-е годы скоро покажутся нам цветочками по сравнению с современным режимом. То ли еще будет, пишет Андрей. Еще один пользователь пишет, они так беспредельничают и ничего не докажешь, а потом вообще звереют уже на законных основаниях. Пишет, вот я пытаюсь найти просто комментарий, который более-менее нейтрален хотя бы, и, к сожалению, не могу. Вот пишет, спрашивает Александра, а как же Конституция, РФ или опять перепишут? Знаешь, я тебе больше скажу. Я сегодня тоже в попытках найти поддержку и второй стороне, вот тому не самому популярному мнению, которое сейчас в соцсетях появляется, но очень редко, тоже смотрела разные источники. И вплоть до того, что нашла комментарий бывшего следователя по уголовным делам, Романа Воронина его зовут, и московские наши коллеги с ним общались. И вот даже он, пытаясь объяснить те полномочия, которые есть, достаточны они или нет, все равно, хоть он и сказал, что, ну да, вот бывают ситуации, когда там пьяный человек в машине сидит, и ты понимаешь, что он в любой момент поедет, и ты ничего не сможешь сделать, да, там, вызывай коллег из патрульной службы, даже он сказал, у него такая фраза прозвучала, всегда найдутся полицейские, которые этим смогут злоупотребить. То есть это человек, который работал в этой системе, и это не наше рассуждение на фоне какого-то опыта, мы с тобой вообще новостями травмированы в этом плане, к нам обращаются люди, которые столкнулись с полицейским произволом, и нам об этом рассказывают, о безвыходности этих ситуаций. У нас так или иначе ракурс меняется, но человек работал в этой системе, и он придерживается такого мнения. Для меня это аргумент. Делитесь своими историями о взаимодействии с полицией. Считаете ли вы, что им недостаточно полномочий, их нужно расширять? Или наоборот, 202 065, мы напрягемся на недолгое время и будем ждать ваших звонков. Прямой эфир Вы смотрите программу «Прямой эфир». Сегодня вместе с вами мы обсуждаем непростую правовую тему, но которая касается абсолютно всех. Первое чтение прошло законопроект, который расширяет полномочия полицейских. Теперь они могут проникать в квартиры, земельные участки, для того, чтобы, к примеру, задержать подозреваемого или человека, про которого сказали, что вдруг он опасен, у него есть либо оружие, либо наркотики, либо еще что-то, могут вскрывать машины, могут, не представляясь, задерживать гражданина, обыскивать любого человека. Что вы об этом думаете? Нужно ли расширять полномочия именно в эту сторону? И называете ли вы это, например, полицейским государством, которое уже прозвучало в нашем эфире? Неужели мы теперь в такой ситуации живем? 202 065, звоните в нашу студию. А вот, Катя, представляешь, а примут, и начнется как раскрываемость. А вот если так будет? Во-первых, я не сомневаюсь, что примут. А во-вторых, очень сильно сомневаюсь, что будет какая-то раскрываемость от этого. Но статистика может изменится. Что думают зрители? Здравствуйте, вы в эфире. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Дарья. Дарья. У вас есть какой-то личный опыт столкновения с взаимодействием? Нет, у меня есть просто объективное мнение, потому что в наше время достаточно часто я наблюдаю, что есть горе-мамаши, которые выходят в магазин и детей оставляют в машинах. Вот я считаю, что если полицейский скроет машину, он реально может спасти жизнь ребенку. А вторая ситуация, ну, мы живем в России, это такое определенное особое государство, да, то есть у матери, допустим, забрать ребенка достаточно большая проблема. Но в случае развода бывают папаши, которые просто воруют детей и скрываются. В квартире закрываются, увозят на дачи. Ну, то есть, если смотреть с этой точки зрения, то я считаю, что этого блага. Но если смотреть с хорошей точки зрения и искать эти плюсы, их можно найти. Я понимаю, что где-то полиция превышает свои полномочия, да, и мы многие с этим сталкиваемся. Наверное, просто мы это чаще слышим о минусах, чем о плюсах. Как вы считаете, в этой ситуации, Дарья, тогда нужно прописать, что при угрозе здоровья ребенку вот эти факторы, либо достаточно формулировки при иных обстоятельствах тоже можно. Какую формулировку вы выберете? Конкретную или такая, которая предлагается сейчас? Ну, смотрите, тут я не могу сказать, что конкретно, да, вот, допустим, бывает, что соседи слышат, допустим, какой-то детский плач или крик. Они, по сути, могут позвонить в полицию, но мы же не знаем, какая там ситуация. Бьют ребенка, воспитывают. Вот ребенка на гречку ставили, извините, была ситуация, да? Была. Да, отчим там издевался. Ну, это просто домыслы, но я думаю, что все равно как бы будут положительные стороны вот из-за этих расширений полномочий. Ну, допустим, если я буду слышать, что у меня за стенкой ребенок визит и вопит, то, конечно, я обращусь, я буду знать, что они придут и не просто позвонят в дверь, да, потому что сейчас чаще отвечает участковый, что, ну, что я сделаю? Я приду, позвоню, мне не откроют. У меня у самой была такая ситуация. А сейчас я знаю, что, допустим, мой звонок может кому-то спасти жизнь. Либо это будет женщина, ну, рукопрогладство тоже никто не отменял в семьях, либо это может реально спасти жизнь ребенку. Либо, может быть, его просто одного оставили, а родители, допустим, к лоту ушли. Понимаете? Спасибо, Дарья, услышали ваше мнение. Действительно, здесь такие вещи отрицать нельзя. Это немного, наверное, даже другая тема пробелов в законодательстве, именно то, что касается детей. Потому что у нас сейчас те же соцслужбы, они не имеют полномочий. И тогда их тоже надо как-то расширять. Да, при этом я вспомнил, благодаря Дарье вспомнил историю, когда щенка заперли в автомобиле, и полицейские тогда вскрыли его. То есть, получается, нарушив протокол, регламент. Очень жаль, что полицейские настойчиво отказываются от комментариев по этой теме сейчас, потому что они могли бы сказать от первого лица, что они хотят вообще. Есть необходимость в этом расширении полномочий или ее вовсе нет. Что, думаю, это еще один наш зритель. Мы сейчас узнаем. Здравствуйте вам. Подальше только от телевизора уходите, а то мы будем слышать два эфира сразу. Да, как вас зовут? Представьтесь. Меня зовут Виктор. Да, Виктор, потише телевизор, пожалуйста, и поделитесь своим мнением по этому поводу. Мнение такое. В январе месяце этого года мы ехали с другом с рыбалки. Ну, в общем, ездило нас 8 человек. Ехали на УАЗике, нас остановило ГАИ. Там присутствовал человек с охотинспекцией, который не понимает ничего в этом деле. На обратном пути мы подобрали, браконьеры бросили сети с рыбой. Мы подобрали и ехали на остров отдыха сдать в рыбинспекцию. Нас остановило ГАИ, привезли в Емельяново в полицию. Составили какую-то бумажку, изъяли всю эту рыбу, то, что мы изъяли, ледобуры у нас, удочки изъяли, то, что личные наши вещи изъяли. И выписали какую-то бумажку, она у меня лежит, и уже год будет, 8 января, как по беспределу забрали, и никто ничего нигде. А вы пытались как-то решить эту проблему, достучаться через прокуратуру? Я сейчас просто нахожусь на изоляции. После изоляции поеду в Емельяново, буду спрашивать с них, где ледобуры, где удочки, куда дели нашу рыбу. То есть полномочий хватает им, вы считаете, и сейчас, для того, чтобы все забирать и все изумать? Нет, я хочу просто узнать, почему они присвоили это все. Но вы называете это произволом, я правильно вас поняла? Да нет, конечно, я объяснил все, сказал им, пожалуйста, сопроводите нас до острова отдыха, мы сдадим туда это браконьерское все. То, что наша рыба была, мы сразу сказали, это наша рыба, это мы поймали. По закону мы имеем право ловить 5 килограмм на человека в день. Мы жили в деревне Маковская, жили у друзей, выезжали каждый день. 8 на 5 поделите, у нас было 6 мешков, 7 мешков рыбы, там по 18 килограмм примерно в мешке. Спасибо, услышали вашу историю. Да, спасибо. Интересно потом продолжение, если оно все-таки появится, хотя уже год прошел, и вот это тоже удивительно, когда у нас такие вещи так затягиваются. Да, вопрос опять же хороший прозвучал, почему не могли сопроводить, почему не поверили гражданам, которые остановили. Да, нет, наверное, полномочий, чтобы сопровождать, проверить их информацию. Напомню, мы, кроме того, что сегодня ваших звонков ждем и слушаем, запустили еще и голосование на тему, как вы считаете, нужно ли расширять полномочия полицейским. 8% по-прежнему считают, что да. 21% считают, что возможно, но частично, в каких-то моментах да, в каких-то нет. И 71, 70% примерно считают, что нет. Это большинство. Ну, радует, знаешь, хотя бы, что есть разные лагеря, ну, пускай у нас так, если первые два пункта суммировать, это такая треть и оставшиеся. Есть полярность здесь во мнениях, и, наверное, в каких-то ситуациях, особенно, которые касаются защиты детей, там надо продумывать механизм, как эти ситуации решать. Но в целом можно сделать вывод, как сказал один из наших экспертов, как сказал один из наших телезрителей, все мы трактуем происходящее примерно одинаково. Государство защищает себя. Эта цитата сегодня не один раз прозвучала за эфир, и в завершении эфира, мне кажется, мы к ней же и приходим. Здесь я не вижу противоречий в этом. Ты согласишься с этим? Я хотел бы не согласиться, но у меня выхода нет, реально говорят об этом. Хотя хотелось бы считать, что пусть государство защищало бы себя, но какими-то другими руками, не руками полицейских, не руками Росгвардии, а вот правоохранительные органы бы защищали нас. Это было бы идеально. И пускай даже законодательство совершенствуется, но у нас и так не одно из самых плохих, но вопрос уже правоприменительной практики, но да, пускай будет больше прописано того, что можно, что нельзя, но без каких-то размытых формулировок о том, что в иных случаях, почему мы не можем сесть и составить нормальную инструкцию, по которой можно следовать, чтобы полицейский точно знал, на что он не имеет права, и что он потом не сможет оправдать, даже если у него есть такое желание, где-то переборщить, где-то надавить, даже если у него есть на это основание, но чтобы он точно понимал свой стоп-лист. Позволю себе такую смелость подвести черту, запятую, поставить комментариям из соцсетей. Напомню, что мы сегодня обсуждали расширение полномочий полицейских. Депутаты Госдумы в первом чтении уже приняли законопроект, нет сомнений, никаких 99% что примут и в втором, и в третьем, и далее одобрят. Об этом пишет Андрей. Какой толк проводить голосование про наше в эфире, он говорит. Если большинство будет против, а закон все равно уже будет принят. А если не говорить, будет еще хуже. Поэтому давайте говорить. Каждый день мы этим занимаемся в прямом эфире. И поверьте, не у всех регионов есть такая возможность в прямом эфире по телевизору озвучить свою позицию на такие важные вопросы. Будем радоваться, что у вас есть такая возможность, и она будет у вас каждую неделю. В программе «Прямой эфир».